салют кулуночникам мы начинаем наш midnight loft онлайн город спит просыпается мафия просыпается богема и мы снова готовы креативить брейнсторнить заряжать вас позитивной энергией мы готовы предлагать вам новые опции в решении онлайновых задач мы готовы говорить о партизическом стиле жизни мы готовы вам подкидывать новые идеи для досуга готова вас радовать сегодня у нас очередной гость ребята всем привет как замечательно что вы так оперативно присоединяйтесь был такой и собственно говоря есть участник лофт филармонии который принял участие на проекте 13 октября 2017 года теперь кажется что это было очень 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 давно вот всячески настаивала чтобы именно этот участник повторил перформансы в каком-то уже другом качестве в этом сезоне но по каким-то причинам не сложилось но все равно видите как я человек целеустремленный так что виде онлайн режима виде онлайн диалога все равно так или иначе он оказывается на борту лофт филармонии речь идет о симоне бюрке это пианист это очень талантливый пианист это в общем такая молодая надежда московской консерватории потому что сейчас он уже вычисла московской консерватории когда мы познакомились учился еще центральной музыкальной школе но обо всем по порядку да поэтому сейчас я его незамедлительно приглашаю в нашу импровизированную студию для того чтобы узнать как вообще дела как жизнь всем привет привет я знала что будет эффектное появление потому что ты конечно очень позитивный человек вот я очень чувствую что я немножко какой-то фон идет наверно наушники придет себе надеюсь должно быть лучше потому что если я буду говорить с эффектом эхо такой эффект присутствия у тебя дома на твоей базе он будет лишним в нашем диалоге сейчас нормально сейчас получше да ребят вы пишите как там вообще нас слышно нас видно вот конечно же вопросы для симона тоже готовьте может быть я их прочитаю но это это не точно симон все по порядку расскажи как твои дела как твоя самоизоляция вот смотрю и радуюсь ты так улыбаешься так приятно приятно поговорить с людьми что я всегда один принципе сейчас уже второй месяц получается ешь приехал сюда и не не сначала посадили две недели на самоизоляцию еще конс работала тогда вот получается уже два месяца дома какого числа сидишь дома 14 марта о да мы с тобой прямо рядышком потому что я тоже как-то засела пораньше остальных так уж получилось но я чуть чуть попозже чем ты наверно дня там на три на четыре вот я помню что еще 16 марта точно была в центре а потом вот где-то числа 17 18 вот уже все ну да в общем это грустно грустно все но мы как вы должны быть на оптимизм должны быть на позитиве чем ты занимаешься наверно там уже выучил 150 миллионов программ я я знал что ты спросишь но на самом деле ну так учу как то что на подоконнике найду то и учу я у я так очень спонтанно всегда я подхожу подоконнике чё тут есть о интересно нужно разобрать ну и помимо этого там еще надо же конц-класс было сейчас срочно нам сдавать всем она запишите все на видео а так мы что обычно сдаем всегда одну вещь да с вокалистом и и все а тут нужно было все записать и я не объявлялся она такая ты где был вообще ну вот вы пишете весь список да как его просто аккомпанементы эти минусы отсылаете ну как на всех курсах да по такой же ну да это конечно это черт и что я просто не понимаю какого в этом смысл потому что игра в одни ворота уже вы перенесли эти экзамены на потом слушай а то что касается остальных предметов ну камерный понятно активно курить сторонки это единственный такой невыгодный предмет оказался а специальность как она проходит я ничего про специальности не знаю но я спрашивал что надо ну а экзамен в каком формате будет проходить то есть вот когда я учусь я насколько я помню у андрея писарева да как бы у человека очень уважаемого декана нашего фортепианового форситета правильно ну да 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 он то должен быть в курсе я спрашивал давно ну чё давно две недели назад наверное что нужно делать он сказал сам посмотри я ну посмотрим на уже русскую музыку нужно записать я еще не знаю пока ну запишу что то я знаю точно я знаю лучше чем ты какого композитора русского ты выберешь но это несложно догадаться на самом деле нет я выберу не рахманинова я бы выбрал рахманинова если можно было играть конечно у меня был бы еще один пианист и сыграл бы со мной вторую партию но я прокофьева наверно запишу нет ну слушай я очень люблю прокофьева как конкурирующая фирма пойми правильно рахманинова я тоже люблю но вот если выбирать все-таки почему-то вот моя душа всегда склонялась в сторону сергея но прокофьева ну да а на подоконнике то есть у тебя там что хранятся ноты то есть ты подходишь к какой-то такая библиотечка на подоконнике такой так чтобы сегодня поиграть так хотя к не буду так сонаты бетховена пошли вон поиграю ка я лучше там не знаю возьму там шубер поиграю или как это происходит ну да конечно я когда в швейцарию к себе еду я там хожу к папе школу просто печатаю все ноты подряд что мне интересно я мэттнера все сонаты распечатал и просто вот туда что интересно что когда укладываюсь типа например у меня вот когда-то до концерта какого-то следующего много времени я такой о типа что можно за это время сейчас может еще выучить я такой покажу о это сейчас я уложу сейчас можно выучить принципе вот так подхожу в принципе у меня быстро учишь и ты при этом как бы ну прислушиваешься к себе то есть и программа это как бы ну это не не слышал конкурса там не не слышал то есть просто вот хочу душа хочет беру первое столе я не скажу там о себе что я там супер быстро учу я просто учу можно так сказать наверно потому что у меня педагог всегда фаррида брагимовна ой ты одно вот это учишь ну а качество никогда не занимаешься ну типа надо что-то учить еще помимо того что мы что экзамену типа всегда к экзамену от экзамена к экзамену а помимо этого что-то параллельно можно учить ну типа можно наверное без наблюдения я так не знаю кто объявился в нашем чате джой привет мы тебя недавно вспоминали как раз да все наши пассажиры симон слушай а вот по поводу других предметов мне просто любопытно как проходят лекции понятно как зумовские окна там вот эти microsoft teams насколько я слышала а вот сам экзамен то есть получается ведь можно немножко скажем так похалтурить чуть-чуть как бы сидит препод в окне да ты так как бы кристально смотришь в глаза и отвечаешь и вообще не знаю я и так и обычно когда в концу ходим я и так не знаю как я сдаю эти экзамены как это получается а тут еще и онлайн ну должно быть наверное легче ну я не знаю я надеюсь ну а скажи пожалуйста вот участь уже в консерватории два года получается значит заканчивается второй курс если я не просчиталась правильно да ну второй да вот второй курс значит смотри что тебе больше всего нравится в консерватории давай так вас дружный курс но я сейчас ужасные вещи буду говорить которые мне нравятся консерваторию на самом деле которые не должны не нравятся людям но мне нравятся но наверное пожалуй ужасно сейчас я просто тут после этого все будут поступать консу и скажет а бюрки нам сказал что тут можно так делать ну это я просто такой ужасный студент я так делаю что ну тут мне нравится то что можно ну как бы чуть-чуть халявить конечно с посещением в этом смысле некоторые вузы очень дрючат мне это наверное импонировало когда я выбирал именно консу поступал но потому что я вот знаю в некоторых вузах там даже концерты это не является поводом не не посещать пары и даже там знаю в америке некоторые вузы типа они вообще даже вплоть до вплоть только до скорой помощи что это якобы является поводом не посещения пар вот ну это конечно это вообще не взрыв я сейчас открою тебе страшную тайну я скажу что в консерватории тоже на самом деле ну как бы все равно у нас как бы пытаются как-то идти на встречу я не знаю лично у меня в деканате в иностранном я не знаю как у русских у русских совсем по-другому нет но у русских тоже какие-то есть наверное системы договоренности да но ни в коем случае не лояльности потому что в принципе все равно приходится все сдавать то есть как бы были случаи например вот я просто вспоминаю по своей учебе на первом и втором курсе там прям жестко был ну отсеивали людей то есть набрали не так прямо много пианистов в сравнении вот с вашими курсами потому что немножко в курсе цифр так уж получилось сколько набирали там допустим ваш год а у нас были более такие скромные по количеству курсов при этом ну вот до конца до финишной прямой доживали как говорится не все именно по причине своей халатности ну ладно это первое ты назвал что еще тебе нравится ой это ужасно что мне нравится мне нравится педагоги наверное тоже и мне очень вот очень интересные конечно по теории вот из м мне очень нравится предмет а кто у тебя у меня кряжева ну кажется что она хорошая конечно не знаю столько педагогов просто в консе ой там уже вопросы пошли ну ладно а я очень мне нужны лекции об ожидании тогда будут следующие вопросы ты не волнуйся джой сейчас все сейчас все будет перетрем толку я могу потом просто буду перезагружаться сто лет и забуду что я о чем я говорил вообще да так ты хотела что-то спросить или ты продолжаешь что тебе еще нравится в консерватории ну вот а и то что у нас форма сдачи наверное то что в устном плане мы сдаем а не как в многих вузах дофига рефератов и всего этого ну я имею у других же там письменно те тесты делают а у нас мы все сдаем то есть как бы персонино сведена к минимуму ты хочешь сказать не то что сведена к минимуму а просто что в принципе мы сдаем типа мы все равно же писать должны ну по сути ну да ну подожди доживем до твоей аспирантуры доживем до твоего хотя бы там четвертого пятого курса посмотрим не ну кстати вот у пианистов на четвертом пятом курсе еще ладно там почти ничего нет а вот в аспирантуре начинаются такие чудеса когда ты просто вот начинаешь прям писать ну да третий пункт будет третий пункт в эти три пункта уже нет нет вроде было только два два ну или это было второй и второй б ну я не знаю как бы это но если все закончилось если больше хорошего ничего нет я пойму нет то что конца в москве москва мне нравится так что если это можно третий пункт так что вот так вот слушай стимон ну вот кстати говоря да ни для кого не секрет что все таки в твоей жизни занимают две страны такие ведущие две главных роли это россия и швейцария наверное то не будет да ошибкой с моей стороны сказать а если такую вот краткую провести ну не то что сравнительную характеристику я понимаю что это невозможно но вот знаешь такие топ 3 топ 3 вещи топ 3 опции которые тебе очень нравятся в швейцарии и допустим тебе очень нравятся в россии вне зависимости связано это с музыкой или нет или просто с жизнью ммм топ ммм я никогда даже так не думал я обычно всегда всегда вопрос становится что не нравится типа почему не нравится я оптимист понимаешь я не могу у тебя спросить от противного я спрашиваю хорошие вещи ммм хорошие вещи то что мне нравится швейцарий в швейцарии мне нравится тонхали пишет джои но мне тоже нравится тонхали Я бы, наверное, сказала, что в Швейцарии мне бы понравилось быть на пенсии. Но я не могу сравнить, так что, наверное, мне нравится в Швейцарии на сегодняшний день. Сложно сказать. Мне в Москве нравится то, что тут тусич постоянно есть, много единомышленников. Я не знаю. Я, наверное, больше склоняюсь к русскоговорящим, что ли. Я имею в виду, что по менталитету, наверное, да, чем в Швейцарии, потому что я проучился там уже в общей образовательной школе. Девять лет мне было сложно. А когда я здесь сразу в СМШ поступил, он как-то гораздо было ближе это мне, хотя я, типа, ну, да, вот так. Кстати, все говорят, что именно с нашими людьми как-то комфортнее, потому что с ними можно и повеселиться, и поработать при случае. То есть как-то душевно получается. Вот какая-то душа такая. Ну да. Я там просто читаю, там Джо пишет, что он купит. Ты не отвлекайся, ты не отвлекайся. Я тоже читаю. Ты давай, отвечай на мой вопрос. Я с менеджерю. Симон, давай. Еще раз, можно? Ну, ты назвал, что тебе нравится вот в Москве, а по поводу Швейцарии все-таки вот что? Нет, ну, в Швейцарии нравится, не знаю, поезда нравится, я не знаю. Нет, кстати, слушай, это тема, потому что транспортное там сообщение, да, эти скорости, которые, допустим, используются, я понимаю, о чем ты сказала, это, кстати, очень интересно и для меня, кстати, очень актуальная тема, потому что, когда я сажусь на экспресс, вот, часто пользуюсь Москва-Белгород, ну, это в направлении моего, как бы, дома, скажем так, моих родителей, но экспресс-то одно название, потому что, в принципе, этот поезд идет, но я уж не могу сказать, точно с такой скоростью, но экспресс-то 7,5 часов, ну, в каком месте это экспресс, да, хочется сказать, вот, поэтому, да, пожалуй, принимать. А вот то, что касается, вот, например, еды, качества еды Москвы, в Москве и в Швейцарии, все-таки, вот, как-то по-другому, мне кажется, там все устроено. Ну, я не знаю, там, там сложно сравнить, потому что там мы всегда покупаем только в магазинах, преимущественно, и там в ресторан сильно не пойдешь, потому что очень дорого всегда ходить по ресторанам, а не то, что в Москве дешевле и можно постоянно ходить в рестораны, но тут можно себе, наверное, это больше позволить, и, как бы, в этом смысле мне нравится, как бы, цена качества здесь больше, чем, наверное, там, хотя там очень высокое качество продуктов и молочной продукции и фруктов, типа, там все хорошо, но дороже, конечно, вот. Если бы выбирал, я не знаю, я бы какой-то микс между тем и тем выбрал. Я думаю, что у тебя так и получается, потому что, ну, как бы, так, на два дома назовем это, да? Именно вот, так что вот так. Ну, да. Все, больше нечего добавить, да? Тогда мы поехали дальше. Мы будем продираться сквозь твое, как бы, какое-то такое легкое недоумение, что происходит в этих окнах. Сейчас ты привыкнешься, а сейчас разгонимся. Я бы хотел взаимно задать вопрос, типа, но я не знаю о тебе, в принципе. Ты бывала в Швейцарии? Нет, вот, к сожалению, я не была. А в Германии? В Германии, да, конечно. В Германии у меня, ну, один из самых любимых городов, конечно, это Берлин, потому что Берлина вообще никуда. Вот. Мне очень нравится Француз. Мне очень нравится, как идея пока что, Гамбург, потому что в Гамбурге я не была, но очень хочу побывать, потому что эльф, то армани, и все дела, так что... А, да. Ну, в Германии у меня очень такие, знаешь, как бы нежные чувства, потому что у меня когда-то была еще в детстве поездка, которая просто вот для меня водоразделом стала на всю жизнь, и когда я посвятила водить, как бы, приезд из Украины, значит, Германию и Францию, и вот на контрасте Германия-Франция, Германия явно перетягивала, то есть Франция как-то мне вообще тогда не понравилась, хотя дело было в Париже. Ну, Париж прекрасен, но как бы так. А, ну, то есть ты поездила там именно не по большим таким городам, а еще по менее знаменитым, да, то есть... Ну, по менее знаменитым ты имеешься в Германии, но я была в Веймаре, это не менее знаменитый город, но он гораздо меньше, допустим. В Франции ты сравнила, и ты сказала, что мне очень тебе понравилось, в смысле чего? Именно больших городов, там типа Парижа? Ну, да, на самом деле, это как раз сравнение было Берлин-Париж тогда, тот момент для меня, и вообще Берлин очень понравился, Париж как-то понравился гораздо меньше, но не знаю, может быть, это все каких-то обстоятельств было, потому что в Париже был вообще удачный и успешный для меня конкурс, я тогда приехала со второго времени, вот, но обстановка была очень нервная какая-то, ну, сами французы, вот эта вся подземка, вот то, что я увидела тогда, когда была еще не совсем взрослым человеком, скажем так, не особо произвела, вся менталитет мне не понравился. В Германии было очень душевное, мне понравилось в западной части, в восточной, ну, конечно, там в 2000-е годы западная часть очень резко отличалась от востока, ну, это прямо, знаешь, это была такая поездка в другую жизнь, потому что здесь и в Москве, и в Киеве, и в Харькове в то время, ну, не так, был такой еще уровень достаточно средний и по архитектуре, и по внешнему облику города, ну, и вообще, то есть контраст был сильнейший, поэтому мне это, по-моему, это запомнило. Слушай, Симон, а вот касательно онлайн-опции, вообще креатива как такового. А что такое? Ты там пишешь что-то? Да, я сказала просто, в каких-то годах был сильный, ой, сори, контраст между восточной и западной Германией. Это в каких годах ты сказала было? В 2000-х. А, ну да, сейчас, наверное, ну, хочется сказать, тебя тогда еще не было, но ты только появился на свет, можно сказать. Вот, да, поэтому для тебя эта тема неактуальна, я так деликатно пытаюсь с нее слиться, чтобы, ну, не компрометировать твой и мой возраст тоже заодно. Вот, значит, смотри, онлайн-опции, которые сейчас, в принципе, заставляют музыкантов очень сильно креативить. Вот недавно, ну, естественно, вы видели этот ролик в Альгенской Рапсодии, о котором вы записали. Слушай, кто вообще был за водилой, потому что такую мощную там интригу сохранял, что типа, вот, скоро вы такого увидите, вот, наконец, мы видим этот сетик. Кто эти люди, кто был инициатором и почему выбор, собственно, ну, знаменитейшее, конечно, произведение, но вот почему именно «Багенская Рапсодия»? Ко мне обратилась с этим предложением Настя. И, и вот, в принципе, она сказала, можешь записать? Я такой сразу сказал, да, почему нет? Конечно, сложно типа записать. И она мне прислала ноты, и я записал. Вот и вся история. Но, я, конечно, очень благодарен, потому что я знаю сам, как это сложно все записывать, вот это все, курировать всеми этими такими проектами, это очень сложно. И то, что как бы кто-то другой предложил сделать, я согласился, поддержал наоборот, типа, мне не сложно было сделать. Это гладит. А Настя, получается, сводила или как? Да, она собрала вот эту всю компанию. Классный видосик, кстати. Ну да, конечно, классный такой. Зажигает. На самом деле, сводить это такое неблагодарное дело, потому что там все равно, ну как бы, есть какой-то люк, но невозможно, видимо, добиться какого-то такого абсолютно синхронного варианта. Вот. То есть, получается, что все ребята, как бы, они все из Москвы, то есть, они все твои коллеги, все твои однокурсники? Нет, на самом деле, я там с некоторым вообще первый раз, ну как бы, познакомился уже в чате, в общем. Но из всех я знал только Настю. Сейчас, извиняюсь. Ты решила ответить на смс в ММС, да, такого еще у нас не было. Вот. Ну, я пока что дальше тебе задам вопросы, я попытаюсь тебя вернуть как бы, из реальности в онлайн, из онлайна в реальность. Симон, слушай, а вот по поводу других каких-то активностей, которые сейчас возможны тоже вот в это время, вот как все-таки, ну, ты представитель немножко другой генерации, то есть, ну, молодой артист совсем, подающий, как я уже сказала, надежду. Как ты вообще смотришь на онлайн-технологии? О, да, что ты говоришь? Ой, я не слышу. Когда я говорю, и ты говоришь, ничего не слышно. Что ты сказала? А, все, я понял, я тогда буду брать в руки и говорить. Я говорю, что между нами, всего лишь два года, о чем ты говоришь? Ну, я не знаю, кого ты сейчас пытаешься обмануть, ну, ладно, главное, что не 22, сама тебя похвалила. Слушай, ты мне скажи, пожалуйста, вот ты будучи таким, вот как бы, на самом деле, креативным человеком, ну, потому что мы с тобой уже пообщались какое-то время, у нас такая уже временная дистанция прошла, и в динамике, ну, все-таки я тебя знаю, 17 лет, ты уже добрые три года, да, соответственно, представляешь, три года, обалдеть. Вообще, я вижу, что как бы, ты на самом деле, как бы, в хорошем смысле слова, ты не меняешься, ну, как бы, но ты по-другому как-то эволюционируешь. Ну, во-первых, я так вот, начну издалека. Я помню, что у тебя был роскошный инстаграм, вот, который ты вел по всем просто вот канонам, что называется, инстачеловека, и вот, нет, серьезно, и у меня вопрос, почему ты его удалил, значит, почему для меня это так важно, почему для меня это было так болезненно, потому что только благодаря тебе я узнавала вообще, в какие кофе не стоит ходить, а в какие не стоит. Капец, ты об этом помнишь, это же было 2018. Я много чего помню. Я на целый год удалился, это что, это же вообще было событие год. Ну, я удалился, потому что я заходил в статистику, посмотреть, сколько я времени провожу в инстаграме, и это просто позорно говорить, сколько я в день проводил в инстаграме, потому что это было очень много. Я же обрабатывала эти фотографии все, это огромная куча времени, которое я там проводил, и, ну, я тоже сейчас много провожу времени, но, как-то я пытаюсь себя сдерживать, потому что на тот момент я вообще там мог по 3 часа в день, в день, это, ну, прям на гармонии, там везде всегда очень, очень много времени забирала. Вот. Я где-то, значит, Екатерина Алексеевна Быканова и Абызова тоже горючие слезы проливает по этому поводу. Она такая, я заметил, когда-то она мне сказала, надо меньше по паркам ходить, гулять, а я такой, я потом решился пойти по своим подпискам, и я заметил, что она на меня подписана, она там была каким-то странным никнеймом, ее быстренько так блок, посылала тебе сердца, да? Нет, а ничего, она там тихонько на меня типа заходила, смотрела, что я делаю, вместо того, чтобы учить гармонии, потому что я гармонию очень пловала, я хуже всех был у нее в классе, и, короче, да, и она все пыталась, меньше надо гулять, деточка. Смотри, ну смотри, деточка, к чему я сейчас клоню, к тому, что у тебя был классный инстаграм, на котором ты в любом случае наработал прикольные скиллы, и то, что ты как бы удалился, как бы боксинг, да, вопрос не в этом, у тебя тот был инстаграм, ну реально там все кофейни, там это было очень сексуально сделано, то есть как бы ты такой молодой, при этом как бы такое чувство стиля и вкуса, меня тогда это, ну как-то так, ну заставило это заметить, потому что это на самом деле это прикольно. Окей, удаляешься, как бы тебя там нет в инстаграме, но ты заводишь теперь более профессиональный, как бы, да, теперь ты выкладываешь там уже свои концерты, как бы ты так уже более по-взрослому, и даже если тратишь время на инстаграм, то такая медийная история уже артистическая. Так вот, исходя из того, насколько как бы, ну тебе в принципе это удается, то есть у тебя там, ну какое-то определенное число подписчиков там и так далее, вот сейчас, оказавшись вот в этой вот онлайн-жизни, я просто задаю этот вопрос практически всем музыкантам, вот как ты считаешь, ну за неимением концертов, да, для того, чтобы как-то не дать себе засохнуть, вот какая может быть для тебя самая комфортная опция ну реализации себя в каком-то вот другом жанре, снежном, то есть музыка плюс там что-то, да, для того, чтобы тоже к себе привлекать внимание, ну и радовать аудиторию, которая ждет, когда она всех расхлопнет, что бы это было, блог, блог, твоя фантазия? Сложно. Сложно, потому что не могу представить, наверное, вот, потому что мы так все сконцентрированы вот на этом пути, как ты понимаешь. Ну, наверное, это было бы что-то связанное с кино, потому что я всегда очень увлекался кино, ну типа вот именно делами как-то снимаю, ну не то, что режиссерский план, потому что режиссер, это, наверное, слишком сложно, но, наверное, что-то монтаж, но я не знаю, как это связать можно с музыкой. А я знаю как. Вот знаешь, первое, что мне сейчас пришло в голову, вот этот талант, как бы действительно режиссерский взгляд, даже вот в этом прошлом инстаграме, да, вот просто ты видишь, как вот эту вот картинку, ты там ее добиваешься, да, каким-то образом, ну потому что это же должен быть именно какой-то пейзаж, именно вот эта вот рука сейчас, как у насорвать, ты понимаешь, о чем я говорю. Да, это такой какой-то, ну, особый экспириенс. Так вот, то, что ты сейчас сказал, это очень похоже на некий жанр такого роуд-муви, знаешь, когда это очень короткий метр, да, вот этот короткий метр ты показываешь просто там, ну, какую-то историю. Это не обязательно поездка, да, хотя, ну, роуд-муви, понятно, что под этим не подразумевается, но, в принципе, это модная тема была одно время, и, может быть, сейчас она как-то даже уже выросла и преобразована, и тут прикол в том, что это все происходит под музыку, под определенную, то есть это такой мини-фильм с оригинальной музыкой, и эта музыка, самая интересная, она же может быть написана даже там, не знаю, с обои, это может быть импровизация какая-то, потому что, насколько я вообще могла убедиться, ну, как бы, интересуясь по мере возможности, да, как бы твоим творчеством, то, что я видела, тебе же ведь не чужды, да, вот эти все импровизационные моменты, то есть как бы ты увлечен, верно? Ну, да, в принципе, да. То есть ты с детства, в принципе, вот этим вот занимаешься, или нет? Ну, да, я иногда так в школе мог там что-то снять, смонтировать, что-то сделать, да, я этим занимался. Ну, получается, это такое выгодное исключение из правил, потому что для академического музыканта, да, играть какие-то джазовые там штуки, ну, на любом, на самом деле, уровне, многие говорят, что это просто непредвестимая вещь, то есть или-или, да, на каком-то этапе становится дилемма, но даже когда ты делаешь как бы хо-фан, то есть вообще, да, не заморачиваясь, как это будет оценено, на мой взгляд, получается очень живо, и как-то нет, вот у меня лично, да, ну, я такой человек, в принципе, ты знаешь, открытый, креативный, у меня нет конфликта внутреннего, я не считаю, что вот, допустим, для тебя это надумано, если хочешь сделать себе такое динамичное, то сними какой-нибудь короткий метр под свою какую-то импровизацию, мне кажется, вот так просто будет. То есть это сколько, получается, минут на пять, или нет, или короткий метр, это в каком плане? Ну, может быть, насколько угодно коротким, да, это такой типа как трейлер, знаешь, три минуты, пять минут, там, может быть, мы уже на день говорим. Мы умеем делать, это мы уже делали. Ну, да, ну, да, в принципе. Ну, да, что и не? Не, ничего, я это, это, наверное, когда уже вообще уже ничего, нечего делать, наверное, может быть. да, перед тем, как тебе будет совсем нечего делать, я тебе могу посоветовать тоже вот так вот открыть, выйти в окна, такие вот диалоговые, провести пару онлайнов со своими интересными друзьями. Видишь, у меня свои интересные друзья, а у тебя будет другие, такая конкурирующая фирма. Только не выходи, в полночь, а ты будешь сжирать мой трафик. Вот это вот только не делай, пожалуйста. Слушай, а вообще в такое время полуночное, ты почему вообще не спишь? То есть ты тоже, получается, сова, да? Естественно. Естественно, ну, понятно, сделала так, это мы выяснили. Ну, экстраверт, интроверт, тут как бы двух мнений быть не может, экстраверт, и как бы просто два раза ставим экстраверта. Ну, мне, кстати, кто-то говорил, что я интроверт, но, может, я такой интроверт, экстравертный интроверт. Я, наверное, и то, и то могу быть. Иногда я могу очень бесючиться от людей, я такой, лишь бы оставили, мне бы все в покое. И типа, и мне же, кстати, я же 2 месяца один, и мне как-то нормально. Хотя я люблю... У меня та же самая ситуация, я не знаю почему, с чем это связано. То есть ты хочешь сказать, что мы экстраверты становимся интровертами, да? Не становимся, но я такой, наверное, уже всегда. Мы же музыканты, с одной стороны, мы всегда очень социальны, с одной стороны, мы всегда одни. Так что... Да, с другой стороны, мы просто давай называть вещи своими именами, всегда очень асоциальны. Вот. Тут даже сложно сказать, кто мы. Мы музыканты, тут нету лейбл, это лейбл тут один. Ну, то есть тебе, получается, очень нравится такой богемный образ жизни, да? То есть ты такой артист-артист прямо, ты себя чувствуешь в этой роли, да? Ну, не знаю, наверное. Ну, раз ты такой артист-артист, я бы привели вот это все, я бы не мог, наверное. Когда у нас в Швейцарии же вообще там, в России, вот когда начинается, да, школа в 9 утра, да? Ну, да. В 8.45. Ну, у нас не 2 финала, если это был трэш. И он, типа, уже, там же и такой, все настрой идет на то, что готовится, как бы, 9 to 5, типа, с 9 до 5, вот это уже в самой школе начинается. А в ЦМШ, типа, когда, еще и вторая смена, можно вообще, это было шикарно. Вот. Ну, да. Так что... Ну, понятно, то, что ты ранняя пташка в прошлом, это как бы теперь компенсируется тем, что в полуночном формате вообще легко. Ну, как бы у нас все по-взрослому, поэтому продолжаем. Симон, слушай, а вот, я же ты такой уж артист-артист, то, давай вернемся к реальности, резко так. Вот скажи, такой вот дежурный вопрос, он очень простой, очень простой. Вот что для тебя вообще музыка? О, мой гад, это очень сложно. Ну, это просто вопрос. Я потому и боюсь интервью всегда, потому что я боюсь таких вопросов... А это не интервью, ты что смеешься, я что, по-твоему интервьюер? Нет, нет, потому что обычно такие вопросы спрашивают, я боюсь, и потому я всегда убегаю от всего этого, и ты знаешь, что я говорю, что я всегда боюсь этого. Ну, так вот, сейчас надо подумать, что для меня музыка... Ты пока думаешь, я тебе еще 10 вопросов могу задать на эту же тему, потому что следующий вопрос, он будет на самом деле смешным. Ну, как бы я потом уже, после того, как ты ответишь, поясни, почему это вообще меня интересует. Мне кажется, важно задать этот вопрос в правильный момент в биографии. Вот ты сейчас находишься, ну, на том временном ответстве, на котором ты находишься, и очень надо правильно для себя это сформулировать, потому что это в том числе поможет тебе, ну, вот как бы на каком-то таком вот духовном уровне еще больше раствориться в этом искусстве и еще больше как-то, не знаю, заручиться какой-то своей собственной поддержкой самого себя в этом начинании, потому что, ты знаешь, дальше будет очень много там всяких и конкурсов, и челленджей, когда этот внутренний стержень, внутреннее понимание конкретно, почему так, а не иначе, очень пригодится. Вот я тебе говорю, как старший товарищ, вот, всего два года разницы, а такая мудрость, надо же. Так вот, смотри, самое главное, самое главное, еще понять, что помимо того, что ты как бы находишь вот в самом слове музыка, в самом этом смысле, согласен ли ты с утверждением, что артист, выходя на сцену, он на самом деле покидает свою зону комфорта, или для тебя это не так? И что такое для тебя быть артистом? А у меня цитата есть на эту тему. Я всегда... А кто-то сказал кому-то, я уже не помню, кто кому, но там говорится о том, что музыканты как раз и оплачиваются для того, чтобы они чувствовали себя неудобно на сцене. Вот. Ну, это на английском лучше звучит, чем перевод, на самом деле. Вот. Но... О чём был вопрос? Что такое музыка? Она очень славна. Для тебя что такое музыка? Мои занятия музыкой. Ну, а что для того? Музыка, как можно её так, ну, типа сказать, что это для меня? Я не знаю, как это объяснить. Хорошо. Я поняла, я тебе помогу. Нет, если я скажу, что музыка для тебя, я могу сказать, что если я пойму, как бы, в какую сторону нужно отвечать, то... Хорошо. Я тебе намекну. Я не буду отвечать сейчас про себя, я тебя просто не хочу сбить с мысли, поэтому кто-то скажет, что там, ну, музыка для меня, это профессия. Музыка для меня, это я сам. Музыка для меня, это возможность общаться с людьми. Это способ взаимодействия с ними. Музыка для меня, это, ну, вот как для кого-то религия, там, не знаю, Бог, да, для верующего человека. Для меня то же самое это музыка, да? То есть, как бы, я тебе ответила этот вопрос, так, возможно, да, кто-то бы на него ответил. Кто-то бы совершенно другими, более приземленными какими-то, да, критериями. Зависит от человека. Вот как бы ты ответил на этот вопрос? И тут нет неправильного ответа. Я не могу сказать, что музыка для меня, но... Хорошо, ладно, проехали. Тогда, что такое для тебя вот именно понятие артиста? Какие качества, да, и что такое артист? Какие качества он должен обладать обязательно, на твой взгляд? Я сейчас буду говорить вещи, которые, некоторые вещи со мной не совпадают. И это ужасно. Я пытаюсь к этому стремиться, но у меня не получается. Ну, мы говорим именно как бы музыканте, да? Как музыканте в целом или именно о пианистах? Мы говорим о тебе. Мы говорим конкретно о тебе. Ну, я же говорю о профессии музыкант. А у тебя профессия не музыкант? Ну, подожди, еще раз задай вопрос. Я хотел уже, я знал, что я хотел сказать, но я забыл вопрос. Второй вопрос на музыку ты не смог ответить, как бы ты ответишь потом. Что такое вообще, как бы, какими качествами должен обладать артист в своем понимании? Все. Да, вот это я забыла. Какими качественными. Ну, а тут можно, наверное, только перечислять. Я не знаю. Ты можешь объяснить, ты можешь назвать качество, объяснить, почему. И сказать, ты к этому стремишься или оно уже тебе присуще? А можешь этого не говорить? Это твоя слобода. Ты знаешь, ну, мне, конечно, любопытно, но опять же, может быть, ты не хочешь этого озвучивать. Я пойму. Ну, нужно быть, но я не являюсь им. Наверное, как это, я не знаю, как это слово называется, но человек, наверное, не то, что мудрый, но, ты понимаешь, в какую сторону я пытаюсь сказать, да, что которые, как бы, ну, такие люди, как, например, мне впечатляют очень люди, такие, как Фарида Ибрагимана Норизаде, да, которые, вот, очень, я не знаю, это мудрое, наверное, все-таки сказать можно. И вот, опытный, да, в плане профессионального опыта, опытный человек. Много знают и могут о чем-то, кого-то, вот, научить. И в этом смысле я так незаметно другую сторону выглядаю, потому что я, это, наверное, так, как я, не такой, и мне бы хотелось, конечно, таким быть, но я бы не мог, например, я не вижу себя педагогом в этом смысле, потому что я не такой, как бы, я не могу такие, наверное, мудрые вещи сказать, и мне кажется, что это очень essential, важно для педагога, и я не могу. Вот, что, какие качества присущи именно, вот, не педагогу, а вот музыканту. Да, какие самые главные? Для пианистов, например, давай, вот уже сузимся вообще. Артист, он же пианист. Да. Good stage presence. Как это можно сказать? Презентабельный вид. Ну, ну, короче, ну, как бы, имидж ты имеешь в виду в глобальном смысле слова? Ты имеешь, ну, типа, например, сейчас мы переходим на английский, я чувствую, в этом интервью, неожиданно. А? Сейчас мы переходим на английский, неожиданно, в этом интервью, потому что у тебя заканчиваются русские слова. Переходи на украинский, тоже как вариант. Так вот, вот такие вещи, как вот под эту категорию, я, наверное, вывел, например, что, я примерами буду говорить, что не показывают, например, знаю людей, которые будут говорить, ой, я так не хочу вот это выступать, вот это, оно мне так напряг, ой, не, ужас, э, ну, типа, наверное, это чувствует публика соответственного, типа, и нету отдачи, наверное, и потому человеку может и не нравится выступать. Хотя я знаю, ну, таких людей немного, но надо любить, наверное, сцену. Как, если ты хочешь быть исполнителем, надо любить сцену. Мне кажется, это естественная вещь. А потом, что еще? Я люблю сцену. Вот если, типа, присуща мне, так я люблю, и я, наверное, скажу сейчас, как Мацуев, повторюсь, что, типа, я прям не могу дождаться, когда выйти на сцену и сыграть. Я такой же, типа, в таком же типаже, мудрый, что еще? Музыканту нужно быть, ну, вот я это сказал, мудрый. Типа... Какие нервы нужны музыканту? У него должен быть сильный характер у музыканта? Характер в сторону, например, всяких вот таких ревью, которые ему вот иногда может и обосрать, неоправданно. Может, да. А у тебя так бывало, кстати, вот, я подозреваю, что такое могло быть только с зарубежными критиками. Почему? Потому что в России критиков в принципе нет. Поэтому даже если ты получал какие-то критические статьи, хоть со знаком плюс, хоть со знаком минус, что-то было там. Так что реально, да, обидели пару раз? Слава Богу, в виде статей нет. Но на конкурсах, мне кажется, естественно, что... Ну, не то, что естественно, но могут... Для конкурсов нужны остальные нервы. И потому я не люблю конкурсы. Я вот иногда вот... Вот недавно задумался на тему конкурсов. И такой... Конкурсы портят человека, наверное. И они не развивают его, как... Они, да, безусловно, не хороши для того, чтобы поднимать уровень пианизма и всего, но мне кажется, что конкурсы поднимают уровень мышления в музыке. И потому я в последнее время, наверное, не участвовала в конкурсах, потому что... Да и нет уже детских конкурсов, на которых можно поучаствовать еще. Ну, так и так. И ты уже не особо как бы входишь в категорию детей. Но я не знаю, что видит моя аудитория, точнее, моя твоя, потому что они как бы сейчас воедино, да, как бы схлопнулись все. Вот. Но я сейчас не знаю, какой у нас средний возраст может. Может быть, если 10 лет у нас сейчас смотрит средний возраст, то, как бы, да, к сожалению, у детских конкурсов больше не будет в твоей жизни. Вот. Но, слушай, я поняла, вопросы, наверное, слишком серьезные, над ними надо думать, наверное, долго. Но получается, что вот из того, что ты сказал, я могу вынести, ну, что, что для тебя, например, выход на сцену, да, это как бы отнюдь, ты не покидаешь зону комфорта. В принципе, вот это вот, вот это вот вся твоя жизнь. То есть как бы сцена, не сцена, в общем, для тебя это не особо, да, чувствуется. Ну, не то, что я не подпитаю зону комфорта. Естественно, эти там переживания есть. Ну, да, я вот тоже, я вспоминаю, как бы, например, Лофт Филармонию, да, мне безызвестно. Нет, ну, я должна была это вспомнить. Ты знаешь, причем я поясню, я поясню для аудитории, что формат действительно непростой. Когда Симон участвовал, это же был 17-й далекий год, то есть, ну, на тот момент, 17 лет. И, кстати, кстати, опять же для аудитории отмечу, что это был первый вот в моей проектной истории Лофт Вечер, когда я пригласила подростков. И, собственно, тинейджеры, да, вот играли такой Тим Лофт у меня был. Ну, как бы, выиграя четвертую сцену от Литвовины, это начальник с Данилой. Ну, как бы, все понятно. Ребята там играли Форельный принцесс, Шугертон. Ну, вообще, все было классно. Такие настоящие стенд-шопы. Но этим ребятам нужно было пройти как бы взрослый формат, то есть модераться с всеми делами. И скидок никаких я не делала на возраст. Мне было просто интересно, как они отнесутся к этому, как они выдержат этот формат, как они пройдут это испытание Лофта. Ну, вот, и Симон сейчас поделится с нами своими переживаниями. Как это было на самом деле? Ну, я готовился целую неделю. И ты круто модерировал. Я тебе это сказала уже сто раз. Я запнулся. Я помню. И просто... Нет, ты просто сказала, блин. Было такое слово, как, блин. Блин. Но это было очень трогательно, потому что до этого ты очень хорошо говорил, как бы, да, и ты просто такой, блин. И продолжил. Да, потому что мне там что-то сбило. То ли меня ребенок сбил, что-то мне... Мне очень легко сбить. И в этом смысле и это... И потому я сказал, блин. Потому что я потерял нить. Но потом я, слава богу, нашел, да, обратно. Ну вот. Можно тебе задать каверзный вопрос? По причине модерации ты решил в этом сезоне проигнорировать приглашение в Лофт и Лармонию? То есть об этом знают все. Там еще что-то не совпадало. у нас. Ну, я знаю. На самом деле, там причина была совершенно в других вещах. Там просто по датам, да, ты был не в России в это время. А так бы, наверное, непременно ты бы еще раз прошел через этот круг ада уже гораздо с меньшими переживаниями. Нет, ну, серьезно, слушай, вот мне как создателя, мне очень интересно, ты бы, ну, подписался, зная уже, на что-то реально подкидываешься. Или тебе было бы сложно согласиться? Ну, второй раз, наверное, мне кажется, ну, конечно. Ну, я не знаю. Я не знаю еще. Мне кажется, вообще, в смысле, в камерном плане я бы сделал. Не знаю насчет сольного, потому что тут все на тебя, ну, а в камерном плане с кем-то разделить, мне кажется, было бы, я бы еще раз делала, наверное, да. А если бы, вот, допустим, это был камерный вечер, и вот полная свобода, сейчас, допустим, не привязываясь к конкретным людям, да, вот, ну, просто полная фантазия. Что бы ты хотел камерного сыграть? Это первый вопрос. Второй вопрос, вот, глобально. Ну, мы уже посмеялись, что твой любимый композитор Сергей Рахманинов, да, как бы в сольном формате, ну, он написал камерную музыку в разы меньше, поэтому справедливо спросить, а все-таки кто у тебя, может быть, несколько композиторов, которые тебе нравятся именно по камерной музыке? Я, кстати, недавно вот это открыл, ИМСЛП, и там есть, ты же знаешь, раздел, можно фильтровать по жанру, ну, типа, да, для двух фортепиано, например. Я открыл, потому что, я должен посмотреть некоторые вот фортепианные дуэты, и я открыл для себя столько произведений, и в том числе, например, что есть и Сергей Рахман, у Сергея Рахманинов, например, русская, русская скерца, это называется для двух фоно, я забыл, как она называется, русский танец. Ты знала? Русский танец для двух фоно у Рахманинов? А, специально для двух фоно, то ли, то ли, оно русское, кто может мне помочь в комментариях, помогите. Но, во всяком случае, что очень много произведений, и я теряю опять суть вопроса, я забываю, о чем мы начали. Вопрос в том, что, смотри, кто у тебя любимый камерный именно композитор по камерным произведениям? Какой бы состав ты бы сыграл в локте, если бы вот не привязывался к конкретным людям? Вопрос в твоей фантазии. Нравится Прокофьев? Вот я сейчас учу первую сонату. Принято? Угу. Молодец. Я не узнаю там, ну, как бы, такие, там некоторые другие моменты, чем, например, если сравнивать ее с другим, с другим творчеством Прокофьева, я там иногда его не узнаю даже. Вот, но... сонату Скрипичного Шостаковича очень легко. Ты, если хорошо ее представляешь, или если ты послушаешь подряд эти две сонаты, сначала вообще просто один в один. Ну, идея одна и та же, унисоны, вот весь мрак, это вот как бы братья-двизнецы эти две сонаты. Вот и все. Поиграющие Шостаковичи там очень... А ты Шостаковича и Прокофьева первая? Да. Да, ну, Шостаковича, да, мне тоже очень нравится, вот, хорошо ты сказала, трио, я слушал, Янсен, Аргерик и Миша Майский играли вместе в филармонии, я, я тогда очень, мне это... Ой, да, мне вообще, я очень... они оба играли? А? Оба играли Шостаковича трио? Все втроем, в смысле. Два трио они играли или какое-то одно? Они играли вот это на флажолетах, которые начинаются в филанчеле. А, то есть они играют второе трио? Да. Хорошо. А вот, то есть ты бы сыграл два трио, ну там, или это конкретно второе трио? Чтобы я сыграл, ой, я бы вообще, я открыт для всего, потому что столько камерной музыки есть и типа, например, в Европе же очень востребованы типа камерные концерты и если зайти на расписание, Аргерик вообще же не играет сольные концерты, она только играет камерные и концерты. Ну, потому что камерная музыка, она просто, вот понимаешь, до нее многие вообще идут годами, а многие наоборот, ну то есть как-то мир делится этих музыкантов, на которые, не знаю, кто-то сразу понимает, да, что вот эта ценность камерной музыки, а кто-то к ней приходит с годами, ну тут как бы у всех это индивидуальный путь, это ничего не значит, но вывод один, что камерная музыка, она, конечно, приковывает внимание абсолютно всех, я считаю, что вот те единицы, которые говорят, нет, вы знаете, вот мне легче гораздо там сыграть все, что угодно самостоятельно, потому что вот я просто, я не хочу как бы, да, вот переживать, потому что как там другой человек, что там, они, значит, не понимают все сути, потому что ты выходишь, это такая вот как бы игра, которую невозможно повторить, то есть ты будешь играть в те же произведения на двух как бы исполнений, да, потому что это другой человек, другое настроение, другая физика, все другое, и в то же самое время это единый организм, вот меня это очень подкупает всегда. То есть ты имела в виду, что некоторые не... Да, некоторые не любят. Не любят вот именно с разными людьми, типа, играть. Ну, они, знаешь, они вот пианисты особенно говорят об этом, что вот у пианистов реально два лагеря, которые вот камерные игроки по своей натуре, а вторые вот такие прирожденные солисты в плохом смысле слова. То есть они говорят, господи, выхожу играть камерную музыку, вот все как бы, ну, выучено, переживать, ну, абсолютно ни по какому поводу не приходит. Но психологически я сижу, и вот даже как в дуэте там, или не дай бог, трио, квартет, квинтет, это же вот как вообще можно гарантировать результат, это же все должны как бы, а вот если хоть кто-то из них там что-то сыграет не так, вот все же летит к чертовой матери, как бы, да, ну, понятное дело. И как же вот можно быть уверенным, что вообще в это стоит вкладывать до такой степени, до такого абсурда. Я считаю, что это в корне неправильное рассуждение, но, тем не менее, такие люди встречают. Ну, да, и как бы, как они собираются, ну, не то, что это прям две одинаковые вещи, камерные игры, играть с оркестром, но все равно отчасти все равно ты там играешь, как бы идет тандем, не знаю, ну, как бы работаешь... Ну, конечно, да, да, ты как бы, ну, соприкасаешься с другими музыкантами, да, и так или иначе какой-то взаимообмен энергии ты имеешь в виду. Да, это похоже. Слушай, Симон, а вот давай вот тоже такая фантазия небольшая, может быть, думала об этом, может быть, я буду первым человеком, который тебя это спросит в жизни. Рано или поздно, да, как бы, ну, пианисты взрослые, вот это понятно сейчас мы не о твоем возрасте говорим, да, вот представим, что ты уже, так сказать, подрос, 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 вот у тебя уже там, допустим, хорошая складывательная карьера, ты там играешь как пианист, как камерный игрок, ну, в общем, все, слава Богу. И в какой-то момент многие музыканты, не только пианисты, приходят к тому, что хочется как-то еще расширить свой жанр, и вот тут вот много опций нарисовываются. Вот ты уже сказал в предыдущем, ну, в предыдущем вопросе, что тебе не нравится преподавание, поэтому одну опцию мы убираем, хотя на самом деле многие идут в преподавательскую группу. Не то, что убираем, но, может, я к этому приду, может, со временем, просто мне нужно для этого время, некоторые видят себя как педагоги уже сейчас. Ну, да, ну, допустим, сейчас забудем время направить педагогику, вот, будет и будет, не будет, не будет. Есть еще такая опция, как дирижер, да, и есть еще такая опция, совершенно другая, как арт-директор, ну, какого-то фестиваля или проекта или, ну, какой-то активности, да, когда этот человек уже будучи, ну, имея какой-то вес, имея какое-то влияние, собирает круг своих коллег, друзей и делает нечто. Да. Вот, что из этих вот опций к тебе отзываются, может быть, вообще все три или все две? А вторая, третья, третья, третьей, я солидарен, потому что я постоянно говорю своим друзьям, ребята, вот вырастим, соберем целый фестиваль и все, и вообще будет очень суперклассно, но я бы видел, я могу себе как бы представить, сделать какой-то фестиваль, но для этого, безусловно, нужно набрать уже, ну, как бы много знакомств и, как бы, хороших, и можно, в принципе, собрать. А второй ты сказала? Дирижер. А, ой, нет. Я не могу, некоторые могут себя представить, я даже не могу себе представить, дирижер. Я стесняюсь, мне неудобно. Это, мне кажется, связано вот педагогика и дирижирование. Может, ты как бы с другими людьми, ну, камерное, это другое, все-таки, чем дирижирование и педагогика. А вот другим людям говорить, что делать, я не могу. Типа, если грубо говорить, да, например, дирижер же, по сути, хороший дирижер, он же будет... Он управляет процессом, да. Но ты знаешь, я тебе хочу сказать, что хороший арт-директор, он тоже управляет процессом. Но это другое. Ну, как ты сказал? Ты думаешь, что он... Ну, я не буду, как бы, тебя обеспечивать. Ты собираешь Анду, как бы, ну, и там же всякие, там, не то, что менеджеры, там, которые все организовывают, но это чуть-чуть, мне кажется, другое, типа, ну, Аргерих, у нее фестиваль, Луган, да, у нее тоже есть фестиваль, она свой рай друзей, но не она же, типа, все сама. Ну, ты понимаешь, в чем я, типа, что формально, это, да, ее идея, все, но, типа, занимаются этим люди, другие люди. Хорошо, формально, нет, хорошо, формально ты ответил, как бы, я не буду тебя от того, какие-то подробности, потому что это всего лишь подробность. Слушай, а вот если говорить о твоем досуге, опять же, вот в реальной жизни, не сейчас, в онлайне, ты вообще вот любишь, ты уже сказала, что не любишь кино, да, то есть ты, наверное, ходишь в кино, там, свежешь какие-то там обновления, да, а вот то, что касается оперы, вот музыканты, не все любят оперу. Ты любишь? О, я оперу обожаю просто, я не дам. Я тоже обожаю. Молодой, во время коскласса. Давай ты назовешь мне три зарубежных оперы и три русских оперы, которые вот для тебя самые любимые. Окей, я постоянно врубаюсь, я забываю, когда меня спрашивают, я все забываю, но я сейчас помню, потому что я только Баттерфляй, я обожаю Пучини, просто Манон Леско, потом также я люблю очень вагнеровские, например, из страны Изольда. Чего только стоит лейтмотив этот, я не могу. Что из русских, ну, три, наверное, даже мало, потому что я люблю много, а три русских это из Игоря, просто фанатисты. там столько таких просто не то что шлягинных, но красивых тем вот в одной опере собралось. Улетай на крыльях ветра и ария князя Игоря, это вообще просто взнос башки. А что из русских? Старская невеста. Я ее плохо знаю, кстати. Ой, позорище. Итак, поговорим с тобой, когда выучишь ее, подрастешь, поговорим. Вот, нет, на самом деле, вот я люблю эту марту, царскую невесту, это все, всю эту тему очень люблю. Борис Годунов? Да. Да. Хованщина? Ты ее не знаешь, скорее всего, плохо знаешь. Ну, вот я Бориса Годунова люблю, люблю очень, да. Золотой петушок какой-нибудь? Нет. Просто Мимо, Пиковая дама, Евгения Амедина, ну давай, война и мир, ну раскачивайся, ну не знаю. У меня какие-то странные отношения, потому что я его фортепианное творчество не очень, не очень, как бы, люблю. Он уже подсказывает, он люди уже пишет, Орлянское дело, Хованщина, Хитиш, людей понесло. Ребят, вы такие молодцы, а давайте еще, давайте кто больше. Хорошо, давайте так, давайте сузим круг. У Петра Ильича какая любимая опера? Вот мне больше всего нравятся и Аланта, и Пикова, например. Вот Женя, Анигин, как-то не особо, вот при всем уважении. Пикова и Эдама, супер, супер, вот, Эдама. Да. Хорошо, а вот и зарубежных, вот помимо Батерфляя, что еще? Я, например, люблю очень пояться, Ян Кавала. Вот маленькая опера, она меня так вообще вскрывает, просто по-черному. Мне очень нравится Соска, мне очень нравится Богема, мне безумно нравится. я еще скажу Верги, наверное, вот типа Аиды, Аида супер. Аида мне нравится, тоже, кстати, поддерживаю, Аида супер. Ну, я же говорю, я много забываю во время вопросов, но... Понятно, у тебя как бы, видишь, как ты посидел два месяца, что-то с памятью с моей стало, все, что было не со мной, помню, да? Вот примерно вот так, в таком ключе. Я так в любой момент могу там вспомнить, о чем-то подумать, а когда меня спросят, я все забываю. По-моему, когда спрашивать, наоборот, гораздо проще, нет? Не, я потом, не, я постоянно все забываю и потом такой, ой, блин, я же это еще мог сказать и это, я вот, как я мог забыть, я же это все знаю. И это, ну, как на экзамене, типа, ой, я же это... Знаете, это прям как моя бабуля, вот она примерно такими же словами говорит, и я это могла сказать, и это. Да. Все-таки возраст-то разный. Ладно, понятно. А вот скажи, пожалуйста, по поводу твоей самоизоляции и досугах такового сейчас, ну, многие музыканты любят там читать. Кто-то категорически против чтения и смотрит там фильмы, там, не знаю, слушает музыку или там ходит, не знаю, готовит шедевры какие-то, рожает. Вот. Как у тебя это складывается? Но мы на этот вопрос ответим уже в следующем онлайне, ты пока подумаешь, видишь, у тебя будет 24 секунды подумать. Ну, я уже знаю, Ладно, тогда мы перескакиваем в следующее окно. Дорогие друзья, мы пока не отпускаем Симона, мы требуем сатисфакции, потому что он очень долго отвечает на вопрос. Я уже знаю, что сказать. Подожди, а что сейчас происходит? Шесть секунд. Пять, четыре. Увидимся в следующем окне. Пока-пока. Так, мы переподключились. Вторая часть наших окон. Midnight Loft Online снова с вами. Да, видите, как интересно, можно очень долго задавать вопросы, которые не заканчиваются, и они все лучше и лучше раскрывают личность этого пианиста. Сейчас вы повторите мне еще раз вопрос, чтобы на что спорим. Я уже, пока этот эфир у нас приостановлен, я уже забыл вопрос. Ну, я же говорила. Вот, короче говоря, вопрос такой. Что я делаю? Молодец. Улучшение чувствуется. Чаще общайся по телефону, может, поможет. Что я делаю? У меня ужасно сбился режим. Вот. Это главное. Ну, пожалуй. Но я не знаю. Ну, книги читаешь, честно говоря? Очень плохо с книгами. Я всем говорю, я не стесняюсь этого, и я знаю, что это ужасно, и не могу себя никак заставить читать книги. Я просто, у нас нету в Швейцарии, например, если здесь вот есть такой примет, как литература, да, у нас в Швейцарии такого нету вообще. Мы единственный раз, когда книжки брали, это было на уроке немецкого, потому что у нас был интеллигентный очень учитель, и он хотел как бы нас развивать много, но одну книжку в год мы проходили, и потом ее как бы... Это ужасно, я знаю. И мне очень... Да, я прямо аж проследилась впервые в онлайне, господи, одна книга в год. Ты, наверное, шутишь? Я... Это очень грустно, потому что в реальной жизни еще получается меньше. Так, ты знаешь, какой каламбур мне сразу приходит в голову? Это как у Галустяна был такой стендап, он говорит, прочитал первую, синюю и букварь, а тут даже этого нет, понимаешь? Одна книга в год. В год. Слушай, ну хорошо, но ты же сам, да, уже как взрослый человек, ты понимаешь, что это такое, ну не то, что пробел, когда, ну, знаешь, по-хорошему надо начинать срочно читать, а то, что так можно и разучиться вообще читать. Будешь только ноты по-никам. Я пыталась, я открывала книжку, я читаю первую страницу, я такой, я не понимаю, я не понимаю, о чем тут, я ее закрывала обратно. А кто-то знает, что такое бывает, когда, например, люди лучше вас принимают на слух, но вот недаром есть аудиокниги. То есть это как бы такой лайфхак, лайфхак экономии времени. Даже эту одну книгу на аудиокнигу я применял тогда. Это ужасно, я знаю. Ну, я не могу читать, я могу читать ноты, но я не могу читать книжку. Вот просто не лезет, я открываю. Хорошо, ладно, разобрались. Окей, мы как бы тут никого не насилуем, это лофтерапия, тут надо выяснить, как бы это слабые места, мы так прощупываем. Тручем? Мне нужно дрючить, потому что мне нужно развивать. Ой, вот. И это ужасно, и мне мама сказала, ну, я такой, давай я начну читать, типа, с чего мне начать. Некоторые мне там супер заоблачные какие-то книжки накидали, типа, о каких-то вообще там странных астральных темах. А я открыл белый клык, и первую страницу прочитал, и я ничего не понял, и мне было очень сложно, как бы, ну, как бы, как-то по-другому оно все, конечно. Не знаю. Знаешь, что бы я на твоем месте прочитала? Я бы прочитала Селлинджера, я бы прочитала «Над пропастью воржи». Ну, я была чуть младше, когда я прочитала эту книгу, чем ты, но она, в принципе, такая, она очень молодежная, вот, она об интересных вещах, о приключениях, вот. О финале школы, так сказать. Чем заканчивается школа? И для кого-то она заканчивается даже раньше, чем она заканчивается, поэтому, ну, короче, это очень классно, запомни. Я тебе потом напишу, если захочешь, короче. Вот. Это такое очень позитивное чтиво, вот, легко, и тебе будет все понятно, и в то же самое время это достойно очень литературы. Вот. Ну, понятно, с книгами, ладно, бог с ними, с этими книгами, не будем умничать. А с музыкой? Вот, смотри, есть музыканты, которые, ну, понятно, мы все занимаемся, да, там, кто-то любит слушать, ну, так, просто абстрактно, а кто-то любит слушать только с нотами, а кто-то вообще не слушает. Вот как у тебя с этим обстоит? Слушаю, но без нот, и не знаю, как сдавать ИЗМ. А, какая просто, вот, просто зайка, ну, слушай, а по ИЗМ, там же простой еще не экзамен, по сравнению с тем, что будет на ИРМ, и то, что будет на ИСМ потом. Там мало. Ну, мне будет легче, мне кажется, с ИРМ, потому что ИРМ у нас хорошо, именно русскую, мы с Литрус в ЦМШ хорошо прошли, а я же пришел только в девятом классе, и там мы начали, и с Шуберта начали только. Вот. И мне будет, мне кажется, легче и на ИРМ. Ну, дело не в этом, но, что мы говорили? Мы говорили о музыке. Какую ты музыку слушаешь? В смысле, ну, но ты имеешь в виду не в стиле, какой стиль музыки я слушаю? Нет, хотя на самом деле ты можешь и так тоже ответить на этот вопрос, да ты не будешь экспериментировать. Нет, в смысле, как я слушаю? Я слушаю, когда в Ютубе есть записи с нотами, я слушаю с нотами. Нет, это все понятно, а что ты слушаешь? Я имею в виду, вот допустим, хорошо, давай так, академическая музыка, вот, что тебе хочется послушать, что ты любишь слушать? Я иногда Вот я в последнее время, я тебе приведу пример, подзалипла на три фортепиано-квартета Брамса, я почему-то их слушаю постоянно, уже на протяжении нескольких дней, я не знаю почему, мне очень нравятся, я объяснить не могу, просто подряд вот так. Да-да-да, нет, я на репети не слушаю, но я иногда люблю те произведения, которые мне там нужно разобрать или что-то там послушать интересных исполнителей, я всегда ориентируюсь в первую очередь, мне кажется, на исполнителей больше, чем на то, что мне нужно слушать. Я роли-эспектуху сделала, потому что прекрасные квартеты, ну, конечно, Роб, естественно, мы как бы друг друга поняли. Ну, и что? А вот по поводу других стилей каких-то, тоже, может быть, у тебя есть ответ заготовленный? Да, люблю джаз. Могу послушать. Попсум. Но обожаю джаз, обожаю такие, что? Ничего-ничего, продолжай, продолжай. Ну, такие, у меня просто какая-то ностальжия, когда я там включаю Франс Синатра или Элфи Джеральд или там, ну, разных, всех, всех я сейчас не назову. А Телониус Монт, там, не знаю, Джон Колтрейн какой-нибудь, любишь такое? Ну, я, кстати, ты знаешь Жака Люсье? Люсье? Жака Люсье? Жак Люсье. Наверное, нет. Я знаю Люсье, но другого нет, поэтому я задумалась. Жака не знаю. Он очень крутой, мне посчастливилось побыть на одном из его концертов последних. Он, у него легендарные вещи, это то, что он импровизирует на Баха, а на Баха очень сложно импровизировать, вообще на классику, как можно на классику импровизировать, на Шопена, это Unreal. На Баха еще, может, возможно. Вот, но он вот импровизировал и он там что-ли импровизировал на все, на весь ХТК, на каждую именно. То есть, сначала играет, а потом импровизирует в джазовом стиле. У него трио, там, контрабаз и ударные. Это просто огонь. Вот, люблю его. Я не только такой люблю, как бы, обычный джаз, ну, люблю также импровизационный, вот, может и на классику импровизировать, все такое вот. И попсовый джаз такой, типа, ну, известные такие хиты. А как ты относишься к року? Ну, никак. Никак, да? Ну, не твой. Ну, хорошо, окей, тоже проехали. Так, с этим разобрались. То есть, ты не слышишь на меня? Так вот, нет, мы же, типа, Queen записали, да, вот, песню, но это же рок, рок, получается, ну, я, как бы, не то, что прям, супер фанатею, там, Queen, и я, там, их поклонники, прям, только после их записи, но, типа, ну, тоже хорошая музыка, но я не фанатею этим. Ну, то есть. А, кстати, вот после такого кавера, как бы, ну, скажем так, группового в Сэкстетик, да, ты сам вообще, ну, как бы, поигрываешь в такие каверки или это вообще не твоя прерогатива? Ну, если нравится песня или нравится какая-то мелодия джазовая, вот именно, грешишь таким? Не только джазовая, может, там, и обычная какая-то мелодия могу подобрать, и, там, попытаюсь на нее поджазовать. Слушай, а вот, если не изменяет память, часто меня просто напомнишь, что это было конкретно, потому что вылетело из головы, помнишь, что у тебя была написана какая-то, типа, уже как обработка, транскрипция, что это было? Напомни. Ты сделал транскрипцию на что? Классического произведения. Я? Да. Я ничего не делал. Я никогда ничего не писал, я одну вещь написал недавно. Единственное. Видишь, я как угадала, ну? Но я никогда транскрипции не делал. Подожди, но почему-то у меня вот воспоминание, что транскрипцию, что-то там такое было. Ну, ладно, может быть, это я что-то напутала, а что за произведение, которое ты написала, это гораздо интереснее. Транскрипции не то, что, может быть, транскрипции просто странно было написано, и транскрипция, типа, показалась, что я свою сделал, но, может быть, я другую, чем... Может быть, я не знаю, я не утверждаю, потому что я вот реально помню, что такой факт у меня отложился, но я могу ошибаться, потому что... Ну, я зато другое нащупала, что ты у нас, оказывается, молодой композитор. А ну-ка, рассказывай. Я не композитор, потому что мне не хватает для этого терпения, естественно, но я написал, почти дописал одну вещь. Это был странный выбор, потому что я... А мне летом, вот прошлым летом, я был в лагере, не то, что в лагере, но в академии летний. Это было в Германии, я там был еще... Антон Яшкин тоже был вместе со мной, это было связано с Ваймаром, после Ваймара пригласили. И там был такой профессор, его зовут Лесли Ховард. Может, ты знаешь, не знаю, он листоман такой прям полный. Ну-ну-ну, ну-ну, ну что? И он один раз в последний вечер, он... мы там... Я там музыцировал что-то на рояле, и он подходит типа... Я не помню, как это получилось, но он сыграл тему... этот... Ну вот, на что я потом сделал транскрипцию... Не транскрипцию, а... как это называется? Фантазия? Нет, не фантазия, ну, что-то такое... тема... А, Боже, царя в храни, именно еще дореволюционный гимн России. Ты знаешь, да? Я знаю, это, конечно, да, ты что, на это сделал? Я не эту транскрипцию в любом случае имела в виду, но да ладно. Да, я на это сделал, я бы сыграл, если бы можно было, но уже нельзя... Парафраз, да, Парафраз, точно. Так и назвал. Да, но это было не очень... Ну, оно не очень удачное такое получилось, но оно в типичном стиле Рахманина. Ну, я, может, ее закончу наконец-то, мне там буквально осталось так-то в 16, не знаю. Ну, мне кажется, так прикольно получилось, как маленькая обесовка такая. Но я не композитор, все-таки я не вижу себя как композитор, потому что это очень у меня дикое как шапо перед композиторами, как у них то, чтобы писать музыку, я бы не смог. Это очень много времени. Я бы могу симпровизировать, но если я могу сыграть, и кто-то за меня будет все писать, ну, пожалуйста. Ну, как обычно, короче, ты часть работы пытаешься постоянно куда-то слить. Ну, все с тобой ясно, Симон, ты понимаешь, все читается. Слушай, ну, хорошо, а вот мы разобрались уже с твоими музыкальными как бы такими скиллами, да, как бы твои скилл нам ясны. А вот то, что касается, допустим, другой стороны, там, искусства, вот если я тебе скажу, вот ты, ну, не пианист, да, как бы, то ты кто тогда, какой у тебя есть такой очень сильный другой какой-то интерес, может быть, к спорту, или там, я не знаю, может быть, там ты тайно рисуешь картины, там, что ты делаешь? Как я уже перед этим говорил, вот, к кинематографии, наверное. это сложно сказать, потому что... Ну, просто что как бы является твоим хобби, то есть, понимаешь, кинематограф, это, ну, как бы сложно сказать, что это твое хобби, то есть, ты смотришь фильмы, ну, это досуг, да, ты интересуешься, допустим, очень так серьезно, а вот то, что ты воплощаешь в жизнь? Извини, сейчас я не понял, что я воплощаю, в смысле, чтобы я мог воплощать в жизнь, какой вид искусств, какой... Ну, да, но хотя нет, я как бы тебя, может быть, зря с кинематографа пытаюсь как бы, свести, ну, расскажи про кинематограф, ну, в принципе, идея была в том, что кинематограф, это, ну, как, ты смотришь фильмы, да, ты как бы их там как-то через себя пропускаешь, ты дашь какие-то выводы, и, может быть, когда-нибудь ты снимешь свой фильм, но здесь и сейчас как бы, ну, это такая твоя пассивная, скажем так, активность, да, пассивный какой-то интерес, занимается здоровым образом жизни и фитнесом, там, съемок, но я сейчас, в принципе, делаю уже. Ну, да. Чем ты увлечен по жизни, кроме музыки? Ну, я, ну, увлечен или я делал? И то, и другое. Ну, у меня очень активная мама, и она мне пихала везде, куда возможно, хотел ли я этого или нет, скажем мы так, вот, но в этом смысле у меня было много активностей, и как-то ЦМШ, под конец ЦМШ, это все мы приглушили, приглушили, потому что, ну, нет времени на это все. Я занимался в Швейцарии еще, там очень много возможностей, в смысле, ну, кружков, просто было все близко, и я успевал там сходить, там, я там плаванием занимался, и там разные виды, как это, боевых, один вид боевых искусств, ну, кунг-фу просто, но, не знаю, в смысле, что ты, я уже, я уже опять забыл вопрос, ты именно имеешь в виду хобби, не то, чтобы я делал, да? Ну, допустим, знаешь, так часто бывает, начинаешь что-то делать, это становится твоим хобби, понимаешь, поэтому я не совсем понимаю, почему ты разграничиваешь эти вещи, допустим, окей, ты назвал то, что осталось в прошлом, да, и как бы, ну, мама там, как бы, сменеджерила, да, заставляла, ты походил, за мной. Дальше что? Уже как бы по своему желанию, по своему велению. Дальше что? Дальше не знаю. Дальше не знаю. Ну, я очень такой человек, мне может вдруг что-то понравится, я могу это, не то, что я вот сейчас на чем-то думаю, вот что я буду этим заниматься, нет. Я не знаю, что понравится, то, может быть, займусь, этим. Да, наверное. Поняла, поняла. Ответ ясен, это будет и преподавание. Никто не знает. Может быть. Может быть. Знаешь, у меня вот буквально, наверное, последний вопрос тебе остался, точнее, такой даже вопрос-рассуждение. Это удобно. Извини, я постоянно тебе пребываю, мне нужно телефон понимать. А мне так неудобно, что я тебя тоже хочу поспрашивать вот такие же вопросы, и как-то мне неудобно, ты мне все спрашиваешь. Ты меня потом будешь иметь возможность на досуге, так сказать, позвать, если захочешь в ответочку, я схожу к тебе в гости онлайн, так уж и быть. Вот, отвечу на любые твои вопросы, вот, отыграешься как хочешь. Вот, но сейчас я все-таки тебе задам... Можно? Типа, очень сложно. Ты прям хороший интервью. Не то, что интервьюерщик, ты уже перед этим сказал, что это не интервью. Но, ты знаешь, вот, иногда я вот смотрю репортажи и такой думаю, что он вообще спросил у этого человека там. Например, ты знаешь же Ирину Никитину, да, и ее программу «Энигма»? Это очень классно. Мне нравится, какие вопросы она задает. И также, например, поздно. А иногда я просто смотрю и удивляюсь, что за вопрос вообще? Это как, ты видела вот это видео Плетнева, да, как он отвечал? Ну да, конечно, мы все увидели. Ну да, ну, в таком стиле. И ну, так что, как-то низкий поклон перед того, что ты так умеешь всегда модерировать. Я, конечно, я такими людьми восхищаюсь, которые умеют разговаривать, у которых подвешен язык, это очень классно. Так что... Спасибо тебе большое, но передо мной сидит точно такой же человек на самом-то деле. Вот же в чем дело, понимаешь? Ну, я все равно не мог ответить на некоторые вопросы, но я задумалась. Ну, подожди, подожди, вот эти вот два года разницы, они пройдут, и ты еще покажешь мне, кто кого, да? Ну, слушай, все нормально. На самом деле, очень у нас классное интервью. Нет, правда, мне нравится с тобой общаться. И у меня остался вот реально последний буквально вопрос интересный, потому что ты как раз сам затронул все свои вот эти вот хобби, которые вот, ну, мама, когда она тебя развивала, да, она хотела, чтобы ты как можно больше активности попробовал. И в связи вот как бы даже, наверное, с мамой получится этот вопрос неожиданно. Вот смотри, даже когда тебе было 17... Мне кажется, не знаю вопрос. А ну, давай. это просто о том, что я в последнее время думаю. Но он может не совпасть, потому что мне иногда... Вот кто-то тоже в последнее время... В последнее время кто-то спросил этот вопрос. Я согласился с этим вопросом, потому что... Живу ли я как бы мечту своих родителей? Это не твой вопрос, нет? Еще раз, я просто не поняла, как ты сказал? Я как бы мечту своей мамы, своих родителей, как бы... Сбываешь ли? Нет, ты не поняла. Ты поняла? Я не поняла. А то нет. Ну, например, смотри. У меня бабушка музыкант, да? И она училась тоже там в консерватории. Но она народник. И она ненавидела фортепиано вообще. И потом в один момент ее как бы переклинило, не знаю, можно так сказать или нет. И она очень полюбила фортепиано, вообще вот все связанное с этим, да? И как бы... И потому отчасти я как бы и занимаюсь фортепиано, потому что в Швейцарии, если бы я так и жил, вот по-швейцарски, я бы никогда как бы музыкой, наверное, может, и не занимался. Вот. И от одной части это является как бы... Можно сказать, что I'm living the dream of my parents. Как бы... Ну, как бы... Живу мечту моих родителей, что они в детстве, может, хотели или хотели вот стать музыкантами, но у них это в жизни, наверное, не получилось. Они хотят это вот... Чтобы их дети как бы... Теперь я поняла. Теперь до меня дошло. Поняла. Это проявили. Но, наверное, вопрос был не тот. Я слышу тогда твой вопрос. Вопрос был просто совершенно не о том. Сейчас поймешь, что как бы... У меня был не такой красивый вопрос. У меня был очень банальный, на самом деле, вопрос под занавес. Итак, мы познакомились, когда тебе было 17 лет, да? И, собственно, уже к этому моменту... Ну, мы не будем раскрывать всех тайн, как вообще мы встретились, да? Как такое вообще бывает? Как такое возможно? Но, значит, что было важно понять, что уже к этому моменту, да, вот твоя медийная история, ну, как бы... Мальчику 17 лет. Значит, там сайт, там как бы YouTube, там социальные сети. Ну, это как бы полный бойкомплект. А вы скажете, ну, как бы, ну, конечно, сейчас все этим заняты. Но я вам скажу, что это есть абсолютно не у всех, да, к этому возрасту. И как бы в этом, получается, принимают активное участие, кто бы вы думали, правильно, родители. И вот главное, внимание, вопрос. Внимание, вопрос. То есть получается, что как бы, ну, мама, да, сознательно, как бы, ну, уже вот к этому возрасту, это все открывалось по велению, ну, родителей. То есть не ты же этим занимался? Или ты этим занимался? Ну, да, у меня родители. Ну, нет, на самом деле, тут как бы просто вот был мой, как бы, личный интерес, потому что это было сделано как бы на очень хорошем уровне, и мне было любопытно. То есть как бы, то есть получается, уже в это оно как бы вкладывалось, и они, самое главное, они понимали, насколько это важно в медийной истории артистов. Что ты имеешь именно в виду на хорошем уровне сделано что? Ну, слушай, не у каждого, допустим, даже там талантливого 18-летнего ребенка или младше, да, есть там уже сайт, как бы свой, ну, это не факт, и, конечно, там можно делать любые успехи, но не факт, ты понял, да? Ну, да, я понял, да. Вот, собственно, в этом и заключался вопрос. Слушай, ну, я не буду тебя, наверное, больше пытать, потому что... Так, я не ответила на вопрос. Отвести. Сейчас. Я не ответила на вопрос. Ты его задала, я сказала родителей, и все, типа, не закрыли же вопрос. Ну, на самом деле, я знаю, что очень многие добываются вот всего сами там и пытаются уехать, и у них даже, типа, ну, я не знаю, это правда или нет, или это просто такой пиар-код, что они сами все, всего добиваются и говорят родителям, нет, я вот сейчас поеду, например, учиться в Москву, это типа вот моя мечта, и, ну, ты, подожди, это связано с вопросом твоим или не совсем? Ну, я пока не знаю, ты продолжай. Да, так вот, что в смысле медийности, да, ты спросила, что, ну, мне кажется, это сейчас многие этим занимаются, даже больше занимаются, чем занимались этим, этим, ну, у меня это была моя мама, да, которая там, она мне подарила на день рождения домейн, мой, simonverki.com, не знаю, сколько лет назад, 10 лет, вот, но есть мамаши, извините, я так скажу, мамаши, которые прямо этим фанатеют, и своих детей везде пихают, и делают им тоже сайты, и там, и концерты, я не знаю, это просто странно чуть выглядит, вот, ну, я не скажу, что для моей мамы там главное было прорекламировать меня как-то там, и сделать мне сайт, просто это было, я не знаю, это вообще было очень давно, когда мне подарили этот домейн, и это, да, я еще тогда... Я по этому спросила, потому что я так, в принципе, и думала, что это какая-то такая вот история, что называется, с бородой, то есть я этот вопрос задала без негатива, как раз я очень хорошо понимаю, когда ты говоришь, что сейчас практически каждому ребенку он еще не успел родиться, ему уже завели Инстаграм на всякий случай, уже сразу Ютубик, и все на свете, и это глупость, конечно, не всесветная, поэтому я и сказала, что как бы тут должен быть какой-то баланс, но у тебя в таком молодом возрасте все это уже было не просто как бы, открыто, то есть я так и поняла, что, видимо, это было вот, знаешь, какой-то такой домашней истории, скажем так. Ну, да, ну, в смысле, вот этого всего, не то, что мама там только занималась моим Ютубом, кстати, моя мама никогда моим Ютубом не занималась, это был я, вот, и Инстаграмом тоже, она мне только подарила вот сайт, и, в принципе, занималась коммуникациями там, с людьми, вот. Это вообще, это считай, что как бы, ну, практически она в этом не принимала участие, ну, просто как взрослый человек, да, такой подарок, потому что домен и как бы сам сайт, это определенное средство, да, скажем так. Да, нет, конечно, она принимала участие, но не то, что там, как суперфанатические мамаши, ты понимаешь, вот, и что, ну, мы уже обсудили это, про вот эти сайты, и Ютубы, и все вот это. Да, это просто был как подарок, такой на день рождения, вот, если в смысле сайта, да, вот. Без никаких, наверное, там, супер глубоких каких-то мыслей о том, что нужно, там, распиарить, все вот это, нет. Ну, вот я, собственно говоря, и планировала услышать примерно такой ответ, вот, я просто в нем еще раз убедилась для себя, вот, то есть все. Вот. Хорошо, спасибо тебе большое, было с тобой приятно пообщаться, вот, очень рада тебя видеть, вот, рада, что ты улыбаешься, ты на позитиве, вот, у меня настроение лично поднялось, потому что это сейчас очень приятно. Ну, как до этого, конечно же. Так что, как без позитива музыкантам, это будет грустно. Ну, так, да, ну, молодец, нет, продолжай заниматься, тебе желаю успешно дать сессию онлайн, вот, потом расскажешь, какие это были незабываемые ощущения, вот. Я даже не могу. Да. Так что, да, спасибо еще раз за приглашение, это было спонтанно, но, наверное, может, это и хорошо, что я не мучился, как тогда, и готовился целую неделю к этому всему. Вот, так что, спасибо, и удачи с эфирами, ты же будешь еще проводить, завтра будет еще. Ну, ты знаешь, конечно, после тебя я думаю, что уже не стоит, на самом деле, я вот только что это поняла. Да, шутка, конечно, но будет еще несколько эфиров точно, и вообще я планировала пятый сезон. Пятый сезон? А что у тебя по сезонам? Подожди, эфиры или по сезонам что, эфиры или концерты? И то и другое, эфиры как бы стали уже сериалом Midnight Loft Online, так что ты сейчас принял участие в сериале. И как бы это, ну, собственно, находится в IGTV и на YouTube. Но это как бы не новость, то есть я это не скрываю, то есть это как бы везде, и сейчас уже первая часть твоего эфира, она как бы активна, как ты знаешь, в принципе, сам, потому что я тебя тегнула, набирает обороты. Да, реклама. Ну, я не знаю, реклама или антиреклама, но ты знаешь, на самом деле эти эфиры, они очень сильно как-то мотивируют, они согревают, и мне кажется, что несмотря на то, что это все тот же самый онлайн, они очень какие-то настоящие и просто душевные, знаешь, такие вот душевные вечера. Только это не душевные вечера, это душевная ночь, вот так. Так что, да. Кстати, перед тем, как мы еще уйдем, как у тебя, вот ты спрашивала про карантин, про все эти дела, кстати, я удивлен, что не так прям супер много вопросов о том, что, типа, сейчас карантин, и все закрыто, и мы все дома сидим, и типа, потому что хорошо, что мы об этом не говорим, вот серия твоя концертов, филармонии, когда она продолжится вообще, когда планируется все открываться? Как у тебя? Ну, это вот сейчас по воле Божьей, или, правильнее сказать, по воле мэра Москвы, там, по воле президента, я не знаю пока, слушай, никто ничего не знает, то есть, реально, этой информации нет, она каждый день меняется, то есть, до того, как продлили до 31 мая, говорили, что, может быть, там в июне будут онлайн-концерты, но сейчас мы поняли, что, наверное, не будет в июне онлайн-концертов, если они и будут, будут позже, но ты поверь мне на слово, что, как только позволят проводить хоть в каком-то виде, я сразу побегу просто в лоб, и, конечно же, со мной побегут артисты, потому что все очень хотят, и я в том числе. Ну, онлайн же можно, некоторые делают онлайн, в том числе. сейчас онлайн-то нельзя, то есть, вот сейчас мы заблокированы полностью. Даже филармонии? Концертные площадки, да, конечно. Все концерты, которые домашний абонемент, это все концерты в записи, и уже они идут в записи, где-то начиная, там, с 5 или с 4 апреля, боюсь соврать. Ну, я же знаю, там вот Мацуев записывал. Так это было, было на заре просто, вот всего этого карантина, то есть, как бы, люди исполнили несколько концертов при пустом зале онлайн, да, а потом захлопнули до такой степени, что уже даже так нельзя было выезжать на объекты, и сейчас сидят реально под домом, и филармония крутит, ну, как бы, те записи, которые архивные. Ну, есть еще опция домашнего онлайн-концерта, вот. Это в смысле домашнего концерта? Это в смысле ты садишься за свое фортепиано, ставишь айфончик и поехал. Вот что это значит. Ну, да. В принципе, да. Если ты так хотела поговорить про самоизоляцию, то вот, пожалуйста, я тебе красиво ответила. А так сезон у тебя был до какого? Он уже закончился бы или не закончился? Он бы еще не закончился, он бы закончился у меня 12 июня. А закончился 11 марта. И, собственно, очень неожиданно, потому что это был, ну, не самый молодой участник, это был Саша Доронин, которому посчастливилось вскочить как бы в последний вагон. Мы не знали, что это последний вагон, ну, естественно, ни он, ни я, никто вообще никому в голову такое прийти не могло. Но последний раз в ловке я была реально 11 марта. И это ужасно, потому что я, ну, не могу в это поверить. Ну, вот так. Блин, грустные ноты, надо что-то поменять. Ну, ты сам напросился, я так хотела красиво, ну, завершить, закруглиться. Ну, хорошо. Давай так. А ты хочешь поиграть, ну, можешь поиграть. Я встал до мажор, все. Сейчас придут соседи, меня убьют. Ладно, я шучу, конечно, нет. Ну, да. А, расскажи, кстати говоря, как твои соседи реагируют на твои занятия, Они прекрасно реагируют, потому что я почти не занимаюсь. Ну, вот на такой позитивной ноте мы, короче, и закончим, потому что наконец-то мы узнали правду. Да, я шучу, нет, просто из-за того, что у меня все сместилось и хотя у меня по жизни все смещено, типа, сместились мои занятия и как бы у меня лимит мой 23.30 якобы установил такой и ну, как бы все сдвигается, все позже, позже. Я бы занимался, но лимит вот этот, конечно, жалко, что я не в доме живу. А, кстати говоря, если бы ты жил в доме, ты бы проводил в своем доме например, какие-нибудь камерные вечера на небольшое количество мест, знаешь, такой типа салончик такой. Салончик. Но в Москве бы это было, наверное, сложно. А в Подмосковье? Ну, а кто в Подмосковье поедет? Ну, Тусьня подмосковная, ну, Рублевка там вся прекрасно себя чувствует. Ну, конечно, нет, представь себе какой-нибудь модный район. А, кстати, ты же такой на моде на стиле, молодой, креативный, все дела. А вот скажи, в Москве, которую ты так любишь, так любишь. Тебе нравятся вот эти вот арт-объекты, ну, типа арт-хластеров, да, там, винзавод, хлебозавод, это вся эта территория креативная. Ты там бываешь вообще? Кстати, раньше, вот когда эра была моя инстаграмная, вот прям та, я знаю, еще флакон есть, но я не был на флаконе, я был только на одном. И это был на котором, на вокзале. Это арт-плей? Арт-плей, да. Ну, просто на вокзале, на Курском, там и винзавод, и арт-плей, и, собственно, там же рядом арма. Ну, да, нет, я был только на... Я знаю, что там проходят некоторые какие-то мероприятия, но я не попадал на мероприятия, только был на самом, типа, архитектурном объекте. Вот. А на всякие выставки ты не захаживаешь, да, такие? Слушай, надо, короче, взять в оборот ваш этот молодой, там, второй курс, если у вас там есть креативщики, цемшовца взять, я знаю, что нормально там, вот, сказать цемшан, пойдемте, цемшовка вам тоже покажет такое, что после чего вы не видели. что там, конечно, очень атмосферные места, два, там, красивые такие, ну, конечно, разные бывают с переменным успехом выставки современного искусства, но кому это нравится, там и инсталляции, картины, какие-то интересные объекты, классные ярмарки они делают, и книг, ну, в данном случае книги, ладно, пропускаем, скипанем эти книги, вот, ну, короче, я всячески тебе рекомендую, вот, когда расхлопнут, нужно идти не только в парке гулять, но и на какие-то креативные, я считаю, места тоже, такие арт-объекты, это очень вдохновляет, очень помогает получить какие-то новые ощущения и для музыки, и просто для общения с людьми, потому что лишняя красивая тема для разговора, ну, почему бы и нет, ведь жизнь, на самом деле, да, она идет в основном по кругу, ну, а хочется разнообразить. Ну, а вот, раз мы уже заговорили за музей, какой у тебя любимый музей в Москве? Вот один любимый, наверное, ты бы возвела в прессе. Ну, если прям вот один любимый, то это Третьяковка на Крымском валу, которая Третьяковка 20-го века. стыдоба, ну, я был физически в Третьяковке, но это было не связано с выставкой, это было на концерте, я никогда не был в Третьяковке, надо сходить. Когда ты живешь в городе, то ты, как бы, вот, не то, что там, не ведешь себя как турист, да, не ходишь по всем этим местам. Вот, и, наверное, надо сходить бы в Третьяковку, потому что... Он же отмечает в музее эротики на Арбате, молодцы, ребят, вот, вот, вы знаете, вы вот очень много знаете, на самом деле, о Москве, нужно второй том печатать срочно, Москва и москвичи два, как бы современное прочтение, вот Рому я бы взяла в соавторы, по-любому. Слушай, у меня любимый музей, может, я, если посещу Третьяковку, может, изменится, но на данный момент это музей русского импрессионизма. Ты была там? Была, конечно. Классный, мне кажется, очень. Я вообще очень люблю импрессионизм в принципе, а, кстати, вот если импрессионист, то кто любимый? Я в этом смысле, я просто люблю музей и все, и картины, и да, но в смысле фамилий, имен, я... Ну, хотя бы, Ренуар, там, Клод Моне, там, я не знаю, Тулуз Латре, в конце концов, девчонки в пачках, ну, все это знают, блин, давай мы тебя как-нибудь... Конечно, я знаю эти имена, но, типа... Но картины, я не могу соединить с именами, я понимаю. Ну, да. Я, на самом деле, да, уже все поняли по этому эфиру, какой я очень мудрый и умный человек, но... Я не знаю, о чем ты, тебе пора ложиться спать, это баеньки, вот, в огороде заиньки. Ребята, давайте еще раз поблагодарим, как бы, нашего гостя, на самом деле, это большая отвага, вообще выйти в такое тяжелое диалоговое окно со мной, я вынуждена это признать. В это время всегда, конечно же, в это время я всегда сплю, очень сложно было вот себя сейчас держать, но, ну, что не сделаешь ради, ради Алисы, вот, так что да. Спасибо тебе большое еще раз, Ладо, тогда мы завершаем этот онлайн. Друзья, спасибо вам за просмотр, вот. Спасибо вам всем. Лимон, пока-пока. Пока. Не грусти. Ну, все, остается только сказать буквально пару слов, как там, так сказать, переварить этот онлайн и сказать, что было очень интересно, было очень драйвовое, и что мне нравится вот в этом артисте, он такой вот, он настоящий, он ненадуманный, понимаете, вот он весь и не знает, чего-то, он говорит, честно, я как бы не знаю, то есть я не в теме, то есть это не наше, что-то, вот знаете, русский медаль, где-то в плохом смысле слова, когда человек начинает как-то там прикрываться, начинает как-то говорить, там, я вот знаю, или там, я не знаю, как-то ты не можешь прощупать до конца, да, абсолютно все вот честно и откровенно. Это здорово, вот нужно вот так вот и жить. Все, всем пока, всех обнимаю, всех целую, завтра мы с вами снова увидимся в Midnight Lock Online в 0000. Пока-пока.